На этой фотографии мой дядя, его звали Ван Си Джи, и мой брат, которого по-китайски зовут Ван Юэ, он родился в 1936 году. Это тетя, брат и сестра, которых мы ищем в Казахстане. В 60-м году тетя уехала в Казахстан вместе с сестрой. В 62-м году брат Ван Юэ тоже уехал к ним в Казахстан, после чего мы потеряли связь. Мы очень надеемся их найти. Сколько чувств осталось на этой пожилтевшей почтовой бумаге. 50 лет разлухи не смогли ослабить крепких родственных уз. В 1909 году брат Дев Ван уехал из родного края на заработки. Первый отправился в Харпин, второй в Синьцзян. После этого родные не виделись. Мой отец умер в 1953 году. Он постоянно вспоминал о своем брате. Пробовал искать его, но ничего не получалось. Он очень тосковал и в итоге умер. Спустя два года после смерти отца в дом неожиданно пришло письмо из Синьцзяна. Мы открыли письмо и поняли, что это написал наш дядя из Синьцзяна, о котором отец постоянно говорил перед смертью. Дядю звали Ван Си Джи, отца Ван Си Ли. Как только мы увидели имя на конверте, сразу стало понятно, что это был младший брат папы. Брат дал себе знать, и теперь душа отца наконец получила утешение. Сестры Ван Сиан Жу и Ван Сиан Юэн трепетно относились и к своим найденным дядям, а он изо всех сил старался помогать своим племянницам. Дядя знал, что мы живем очень бедно. Сестра тогда должна была идти в среднюю школу, но денег совсем не было. В то время дядя работал на обувной фабрике в уезде УСУ в Синьцзяне. Зарплата у него была невысокая. И все-таки он каждый семестр отправлял нам по 10-20 юаней, чтобы она могла учиться. Так началась теплая переписка между родственниками, из которой сестры Ван узнали о том, что их дядя женился на девушке из Казахстана по имени Вера. Что у них есть брат Ван Юэ, который работает на Карамайском нефтекасовом месте рождения, и есть сестра Лиля. В 60-м году дядя Вера вместе с Лиля уехали в Казахстан. В 62-м к ним присоединился Ван Юэ, но сам дядя не смог последовать и со семьей, так как был прикован к постели. В это время Ван Сянжун получил последнее письмо от Ван Си Чжи. После этого письма нам с сестрой стало очень тяжело. У нас не было ни единой возможности забрать дядю к себе. После этого сестры Ван перестали получать письма от дяди. Вскоре с фабрики уезда УСУ пришло извещение о том, что Ван Си Чжи скончался. Мы с сестрой разрыдались. Было очень горько. Столько лет искали родного человека, и вот, когда нашли, опять разлучились, так и не повидав друг друга. Прошло 50 лет. Ван Си Чжи, который дядя посылал деньги на учебу, уехал в Америку. Ее сестра Ван Си Чжи вышла на пенсию и сейчас живет в Харпине. Много лет эти женщины не перестают думать о своих родных. С тех пор, как они уехали в Казахстан, связь с ними прервалась. Сестры Ван мечтают отыскать своих близких людей. Они хотят отблагодарить их за некогда оказанную помощь и надеяться на продолжение родственных отношений по линии отца. Когда у вас есть родственники в другой стране, с которыми вы никогда не виделись, от этого на сердце какая-то пустота. И сейчас, благодаря центральному телевидению Китая и передаче «Сколько лет, сколько зим» телеканала «На русском языке», у меня появился шанс найти близких. И если все получится, я буду несказанно признательна вам за эту помощь.